Здравствуйте, добрый вечер. У нас очередная беседа будет о еврейском календаре, о знаменательных датах, особенных днях. Сегодня поговорим о особенных, особенных днях еврейского года. На еврейском календаре это называется Юмим Нуроим. По-русски мне больше всего понравился. Из того, что я видел, как это называли нетрепетом. Дни, в которые человек стоит перед судом, перед судом Всевышнего, раскаивается о том, что он где-то был неправ, делает то, что называется общий общий вывод от того, что как прошел год, говорить о Роша Шанан, о новом годе еврейском, что называется Йом один, день суда, и Саратио Мейтшува, 10 дней по каянию, которые даны нам для того, чтобы могли очередной раз перемыслить какие-то свои поступки, от чего-то отказаться, принять на себя какие-то какие-то дополнительные вещи, которые мы хотим выполнять. Мы считаем, что это хорошо, было нам тяжело до сих пор, дальше мы будем лучше, мы будем делать это более серьезно. Очень важный период жизни. В большом счете, для того, чтобы сделать по-настоящему такой расчет в своей жизни, принять на себя какие-то вещи, которые изменят нас, изменят нас, сделают нас лучше и так далее, не обязательно ждать Роша Шамина, Нового Года, не обязательно ждать Ёмки Пора, для искупления. Это особенные дни, когда Всевышний наиболее близок к нам, когда Он хочет слышать наши покаятельные молитвы, наше покаяние, наше раскаяние, наше прощение, извинения, принять их, простить нас. Написано, что мы в этом должны быть уверены, что если мы это делаем как положено от всего сердца, что нас Всевышний простит, становимся ближе к Нему после того, как все грехи прощены. Тем не менее, не обязательно ждать этого периода, что можно в течение всего года делать и нужно делать. Есть особенные дни, кроме того, что каждую секунду, когда человек что-то считает, где-то он неправ, чтобы он раскаялся в том, что он сделал и решил больше этого не делать. В рамбаме написано, что такое шува. Так, это закон такой еврейский, что такое шува, что такое раскается. Раскается, это значит, что человек сожалеет о том, что он сделал, ему очень неприятно и больно за то, что он совершил, неважно степень того, что он сделал, маленькое или большое, он сделал не так, как Бог этого хочет, не как творец, как сотворил, он дает нам силы, дает нам все, что у нас есть, то, что нам необходимо и мы больше, чем необходимо, выполнить всякие вещи, без которых можно жить и все равно все еще нам дает, чтобы нам было хорошо. И мы, пользуясь этими благами, силой, жизнью нашей, мы делаем так, как он говорит, это не важно, в большей степени, в меньшей степени, мы делаем так, как нужно, надо от этого отказываться, надо как можно больше стараться делать хорошо и не делать плохо. Человек отказывается от этого, может этого больно, он говорит вслух, может быть тихо, чтобы никто его не слышал, но он говорит это Всевышний, проговаривает свое прощение, свое извинение перед Всевышним и берет на себя больше такого никогда не делать. Это раскаяние, это раскаяние можно делать в тот же момент, когда человек где-то ошибся, споткнулся, был неправ. можно это делать в конце каждого дня, перед тем, как идти спать, человек делает расчет этого дня перед собой, вспоминайте события дня, делает расчет, где я был прав, где я был неправ, и сожалеет о том, что он где-то ошибся, кого-то обидел, может быть, просит прощения, просит прощения у Бога, потому что попросить прощения у человека, не говоря ему об этом, не вернув ему то, что от него забрали, это не поможет, не раскаяние, в тот день не раскаяние, емкий Бог тоже не поможет. Мы посмотрим с вами, как просить прощения у людей, когда их обидели, дай Бог. И в конце дня, это такое особенное, есть специальные молитвы, в конце дня, когда человек говорит, что я прощаюсь с тех, кто меня обидел, и я прошу прощения у всех, кого обидел я. Канун субботы, это благоприятное время, это прощение, прощение грехов за всю неделю, человек просит прощения, за те неправильные вещи, которые он сделал, он не реально поступил в течение недели, это, конечно, суббота, это хорошее время, в конце месяца, начало нового месяца всегда, это начало нового листа, как бы, да, конец месяца, это тоже время искупления, было специально такое даже, жертвоприношение специальное, хатат-сы-ир, козел такой был, грехочистительный, который приносился в жертву в храме, каждый, каждый новомесячий за искупление грехов того месяца, который прошел, и, и, общая за год искупления, это день искупления, Йон-Кипур, законы, которые мы с вами тоже в рамках этих уроков, этих бесед, попробуем коротко осветить основные моменты, законы, обычаи этого дня, естественно, что об этом говорить надо, очень много законы, законы, это не единственная, не основная, как бы даже, скажем так, вещь в этих дней, в основном это то, что в душе у человека, в сердце человека, в голове у человека происходит, как он смотрит на эту жизнь, и как он смотрит на себя. Естественно, как можно быстрее попросить прощения, это лучше, не ждать до Йон-Кипура, потому что, естественно, не знаю, как, если попала какая-нибудь капелька на одежду, какая-то грязь, какая-то жидкость попала на одежду, которую мы не хотим, чтобы она там была, надо как можно быстрее это почистить, как можно быстрее, быстрее застирать, так-то намного быстрее, это намного легче можно очистить одежду. Подобные тому и грехи тоже, чем быстрее от него человек откажется, избавиться и так далее, это будет намного эффективнее, намного продуктивнее и лучше. Что такое Роша Шана? Я не буду много углубляться на тему сути вещей, как бы, духовной подоплеки этих вещей, это я, как всегда говорю, советую и прошу, чтобы каждый занялся сам, обратился к источникам, тогда наши беседы, это в основном касается рамка законов, что делать практически, тем не менее, хотелось бы сказать такую вещь вначале, как эпиграф к Рокша Шане, к Новому году, аека, первая, в принципе, фраза, которую сказал Всевышний, Адаму, первому человеку, который, после того, как он согрешил, это было слово аека, где ты? Адам спрятался в страхе, как говорит Всевышний, что он согрешил, съел, не то, что ему было разрешено, то, что было запрещено, ему есть, он съел, как бы, образно говоря, спрятался, и Всевышний спрашивает, где ты? По-простому тексту, где ты находишься? Ясно, что Всевышний, творец этого мира, перед которым все открыто, он знает, где Адам находится, за каким кустом он прячется, мне в этом вопрос был, где ты? Вопрос это был даже не вопрос, а обращение. Пойми, где ты, кто ты, где ты, что с тобой происходит, человек. Это основной вопрос нашей жизни, это основной вопрос человека, который стоит перед судным днем и думает, что ему делать дальше. На самом деле, вот эти вот дни, которые мы говорим, трепет, они начинаются с новомесяча, илуль. Илуль, это уже считается испокон веков, месяцем раскаяния, прощения. Уже в илуль люди начинают активно, активно готовиться к этим дням. Если они не успели это сделать до месяца илуль, то илуль, это как бы уже месяц в преддверии этих дней, это особенный месяц такой. Как он отмечается внешне? Этот месяц, как это наша работа внутренняя по раскаянию, по тому, просить прощения перед Всевышними людьми внешне у нас происходит. Ну, во-первых, в новомесяче происходит интересная обычаи. На следующий день, после того, как отметили новомесяча илуль, месяца илуль, начинают в синагогах трубить в шафар. После того, как заканчивается утренняя молитва, общественная, именно это в собрании людей делается, и одиночки у себя дома нету пологача, чтобы трубили в шафар. В синагоге трубят в шафар. Шафар, он призван, призван человека растормошить, пробудить. Как написано уру ишением итердаматхем, мы находимся, в принципе, когда мы под влиянием злого начала, рука злого начала, оно нас пытается как-то немножечко успокоить, запутать, сказать, что мы находимся в постоянном процессе, таком, что называется, без изменённом, всё идёт своим чередом и так далее. Это очень, очень чревато. Все проблемы, которые у человека возникают, они в постоянном случае отсюда и происходят. Что человек живёт на панаторенной дороге, идёт и не задумывается о том, что он, зачем он и куда он идёт и так далее. Это вопрос, который должен постоянно, постоянный человек с этим жить в течение своей жизни, в течение дня, в течение недели и так далее. Что происходит, что он от меня на данный момент требуется. Так вот, шафар, он призван как раз вот этим трублением, призывное трубление, которое человека пробуждает со сна. Человек спит и он слышит, что если он говорит, что шафар, ему неприятно, ему это мешает, ему хочется спать. Внешне, а внутренне это призвано нас духовно пробудить из нашего такого дремлеобразного состояния. Пробудить к активной жизни, к активному пониманию действительности. это шафар. В шафар не трубят в субботу, в шафар мы не будем трубить в канун Рошашаны. А так, все дни этого месяца, месяца лун, трубят в шафар. Еще одна вещь, которую делают это слихот. Это до молитвы, в принципе, до утренней молитвы принято это делать, некоторые это делают вечером. Говорят слихот и специальные тексты, которые, мне кажется, уже начали переводить, уже переведены, либо в частях переведены на русский язык. Очень красивые тексты, поэтические тексты, которые писали поэты, лирики иудаизма 700-800 лет назад, которые жили и более поздние. Потрясающие, талантливые тексты, красивые и очень приближенные. В наше время мы их читаем как совершенно современные тексты тоже. Там есть трудные слова, некоторые надо их понять, есть толкование этих всех слов. Говорят слихот древний очень обычай ивейского народа говорить слихот. У Сфарадин, у представителей сифарских общин это принято делать на следующий день после Новомесяча, весь месяц илуй, говорят слихот. У Ашкиназов это принято делать только в неделю, на которую приходится Рошашана Новый год. Но если это получается в год, когда Рошашана, надо, чтобы было минимум, Ашкиназов и чтобы было минимум четыре дня, когда говорят слихот. Поэтому если Рошашана попадает на второй или третий день недели, это не получается на четыре дня, то это делается в воскресенье, скажем, с ямрешом, неделя, которая пришествует, неделя, на которую попадает Рошашана. Это может быть иногда неделя и два дня, иногда неделя и один день, либо просто неделя потом Рошашана попадает на субботу и так далее. Время, когда говорят слихот, это время в принципе после то, что называется хацо-талайла, после полуночи по временным часам будет меняться в соответствии от лунного календаря, когда выход солнца и когда выход звезд происходит и до в принципе до захода солнца. Весь день можно говорить практически полночи и весь день можно говорить слихот, хотя самое лучшее время это третья часть ночи, последняя часть ночи, которая перед началом, перед рассветом, самое благоприятное время говорить слихот, поэтому многие люди, которые молятся рано, еще раньше встают и говорят сначала слихот, потом молятся утренную молитву, но тем, которым это неудобно, тяжело и так далее, они могут так делать, могут вечером молиться после полуночи, так скажем, или в течение, если кто-то у кого-то это не получается, в течение дня до захода солнца. если человек не получается прийти в синагогу, чтобы молиться этого в общине, что это очень желательно, потому что молитвы вообще не слушаются, более принимаются всевышним, более быстрее, более лучше и так далее, если у человека тем не менее, там не могут быть разными обстоятельствами, в любом месте есть община, где можно молиться, иногда всякие условия человека, которые не позволяют это делать причиной. И человек молится один, он может сказать слегка отца, но только естественно, что он не может сказать те вещи, которые обязательно надо говорить в присутствии 10 человек, взрослых, как то, например, Кадиш, 13 принципов милосердия всевышнего, то, что называется, Юдгиму Минут, 13 качеств всевышнего милосердия, которые выражают его разные качества, его, как он к нам милосердно относится, ждет и не наказывает сразу, прощает, платит по счетам точно и не наказывает больше, чем человеку причитается и так далее. Есть там несколько объяснений, несколько вариантов разделить их правильно, сейчас мы будем углубляться, это сама по себе тема очень глубокая и интересная, эти 13 качеств милосердия всевышнего. И еще не имеет права человек, когда он молится в одиночестве, говорит те отрывки из слихот, которые написаны на армейском языке, потому что в принципе, если человек молится один, то он молится всевышнему, ну, как так принято говорить, так объясняют наши мудрецы, молится всевышнему, но ангелы как бы берут его молитву и переносят его всевышнему. Когда он молится в общине, это идет общение напрямую, когда человек молится в одиночестве, то, как правило, это идет посредством ангелов. Ангелы не понимают, так написано, при всем своем величии, они не принимают армейского языка, поэтому человек, когда молится в одиночестве, он не говорит те отрывки, которые написаны на армите. Принято в эти дни, начиная с рушходыша, с нового месяца и луль, и до Ошана Раба, то есть до последнего дня Суккота, принято говорить от Псалм из Тилии, 27-го Псалм, это Лидовит Ашемури, он начинается такими словами, это тоже древние обычаи, и говорят его в течение всего этого времени, получается это полтора месяца практически, даже чуть больше, в этом Псалме написаны многие тайны этого времени, с одной стороны раскаяния, с другой стороны прощения, и с третьего это радость, потому что потом нас ждет как прощенных праздник Суккот, в котором уже пошла речь на предыдущих беседах, там в этом изморе, в этом Псалме это все каким-то образом закодировано, намеки на это и так далее. Есть такие, которые говорят этот Минзмор, этот Псалм утром после молитвы Шахарит и после Минхи, так обычно делают хасиды и сфарадим, и есть такие общины, которые говорят его утром и после вечерней молитвы Маев. В это время, во время иллюля, подготовки к дням раскаяния, к судному дню, принято проверять тому, кому это нужно, припроверять Мизузу и Тфилин. В принципе, правила проверки Мизузы не надо проверять. Каждый год по закону достаточно проверять раз в 3,5 года, то есть два раза в 7 лет Мизузу проверять, если ничего с ним не случилось, оно как висит-висит, скорее всего, ничего там не произошло. По закону чаще, чем раз в 3,5 года Мизузу проверять не надо. Тфилин вообще, если с ним нет причины сомневаться, что что-то с ним произошло, там вода попала и так далее, его вообще проверять не надо. Тфилин в том случае, если его постоянно накладывают. Если его постоянно не накладывают или что-то произошло, то его, естественно, желательно проверить, нужно проверить, и это обычно делают в эти дни, когда мы особенно беспокоимся, правильно мы ли выполняем заповеди, все ли там в порядке, сколько этих заповедей. История очень важная, поэтому проверять, все ли там нормально в тех текстах, которые там, не испортились ли те тексты, которые там в Низузе и в Феллине, пергаменты, которые там лежат. В синагогах тоже внешне есть изменения, с начала месяца и лун, в синагоге меняют скатерть на биме, гисталь, на котором читают свитокторы, занавеска, которая висит на аронокодыш, на шкафу, в котором хранится, в сейфе, в котором хранится, свитокторы, меняют на белое все. И само покрытие, свит, которое тоже меняют обычно на белое, на белый бархат, это все сейчас будет нас свидетельствовать, как символы того, что мы хотим очиститься от греха, хотим быть белыми. Цвет белый, 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 безгрешие. Если интересно, обычно в некоторых общинах в честь Нового года покупать новый нож. Говорят, что это как символ, как знак того, что у человека будет лучше с материальной стороной дела. Это в основном то, что касается месяца илуля. Естественно, самое главное весь этот месяц, это внутренняя работа человека, как я уже упомянул. Как это понятно, мы готовимся к дням особенно. Дням, когда нам предстоит стоять на ковре перед судей всех судей, а и царем всех царей. Канун Рошашана, канун Нового года. Что особенно в этот день происходит? Опять же, мы в этот день говорим, как и в последние дни месяца, илуля, или как сфарадин говорят, в течение всего месяца мы говорим. И в канун Рошашаны слихот. Причем принято говорить слихот немножко побольше даже, поскольку это канун самого Рошашаны. Это называется Захорбрид. Потому что такой самый главный, скажем так, стих, который говорят в Захорбрид. Поэтому это слихот называется по названию первым строчкам этого стиха. Говорят таханун во время слихот, хотя уже в утренней молитве, и тем более потом уже в Минхе, которая пришествует в Рошашане, таханун не говорится. Принято после молитвы, после утренней молитвы Шахарид, говорить, делать отрад не дарим. Это давний обычай тоже. Есть такой момент обеты, не дарим это в принципе значит обет, обещание. Человек, который говорит обещание, его не выполняют, это одно из самых страшных преступлений, нарушений, которые есть в Торе. За него обещаны, скажем так, страшные всякие вещи. Человеку, который это не выполняет, обещанного и так далее. Это очень-очень нехорошая вещь. Надо стараться вообще поменьше обещать. Если человек что-то кому-то обещает или договаривается и так далее. Это отдельная тоже тема, очень обширная достаточно. Но в двух словах, это надо стараться поменьше обещать. А если уже пообещал, то выполнять. Когда человек что-то кому-то обещает, надо сказать без обещания, блин, эдера, что называется. Потому что это нехорошо. Теперь, есть такой момент, что человек, когда обещал что-то и не смог это выполнить, и он это понял, что это не волшиво, он не всесильный, он погорячился, скажем так, или какие-то изменения, изменения обстоятельств произошли и так далее, то есть такой момент, когда могут этот недр, судьи, раввины, знающие люди, иногда просто три еврея соблюдающих, могут ему этот обед снять с него. Это называется отратный разрешение этого обеда, и он от него бывает свободен. Принято это делать в общем плане, в канун Рошашана, после того, как заканчивается молитва, там находятся люди там, садятся в ряд три человека, четвертый стоит перед ними, говорит им специальный текст, он даже не должен говорить, что он кому обещал, тогда лучше, конечно, чтобы он сказал, если он это знает, чтобы он объяснил, или хотя бы одному из них объяснил, иногда человек стесняется, он какому-нибудь такому человеку, которого меньше стесняется, он этому объясняет, и потом все остальные слушают этот текст, напечатанный, бывает, в молитвенниках, и ему прощают, говорят тебе это разрешен, 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 три раза говорят, и с него снимаются обеты, в принципе, те, которые он дал в течение года, и они сейчас с него снятся, на всякий случай, даже человек, который сомневается, принято это делать, он может быть вдруг человек, не подумав что-то кому-то, что-то пообещал и так далее, или сделал какую-то хорошую вещь, он сделал ее три раза, а закон должен продолжать ее дальше делать, ему это не всегда бывает удобно, тяжело и так далее, с него снимаются практически все обещания, которые он дал. И опять же, я говорю, что есть в этом тонкости, в законах обетов, снятия обетов и так далее, это в общем, в общих словах, как бы, да, когда человек там находится перед судьями, так скажем, в кавычках, да, три еврея, которые его слушают, он может снять обеты за своих знакомых, друзей, родственников, кто жена за жену свою, за родителей, за детей своих и так далее, да, можно это сделать через, может быть, их посланникам, но они должны его для этого попросить об этом. Теперь, кроме того, интересная вещь, кроме того, что снимаются с него те обеты, которые он дал до сих пор, он еще просит у присутствующих, чтобы они, ну, засчитали то, что он будет вдруг в течение всего следующего года говорить, давать обещания и так далее, чтобы они не засчитывались ему, как бы это были пустые слова. Оказывается, интересная вещь, что это тоже помогает и это тоже принято делать. Это очень кратко о таратной дыре, о снятии обетов, но это очень интересный, важный древний обычай, который принято делать. Человек, который не молится в синагоге, он должен попробовать организовать это в домашних условиях, в рабочих условиях, чтобы при соблюдающих время сняли с него недеры. В том случае, когда этот человек актуально в течение года, я просто мимоходом уже скажу об этом, кому это актуально в течение года, он дал какое-то обещание или что-то такое, он хочет снять с себя этот недер, какой-то принцип, он, например, сделал на себя какой-то и так далее, то он может это не ждать, то он не должен ждать. Он в тот же день это собирает евреев и сидит перед ними, стоит перед ними и снимается с него это обещание. Обязательно надо понять, что это текст, который говорится, он написан, может быть, там есть какие-то слова трудные, заранее надо посмотреть, что каждое слово значит, или хотя бы в течение самого разрешения обета, если он увидел какое-то непонятное слово, не знает, о чем говорит, он должен спросить у присутствующего, что это означает, потому что эта вещь не молитва, это не какой-то постулат, это печь, которую человек от себя говорит, поэтому он должен знать, что он говорит. Просто мудрецы хотели облегчить, чтобы этот текст был компактный и максимально выражающий суть, поэтому они нам помогли таким образом, но понимать это необходимо самим. Что делают дальше? В синагоге начинают готовиться к рошашане, кто готовит стол, готовит трапезу праздничную, потому что это все-таки праздник, это и судный день, но это и праздник, и готовиться к этому очень серьезно, чтобы сюда была, трапеза была вкусная, обширная, богатая и так далее, каждый, насколько он это может себе позволить. Стригутся, бреются, кто должен подстричься, он стрижется, кто должен подстричься, бреется, купаются, идут в микву, одевают чистую одежду, показать, что мы готовы к встрече с Всевышнему, и уверены в его милосердии, как он к нам делал чудеса до сих пор, нам невероятно, он сделает еще одно чудо, спасет нас от наших грехов, простит нам грехи наши, и смело стереться над нами. Если у нас получается, что Рошашана попадает на канун субботы, и нам надо будет потом после Рошашаны, в конце Рошашаны готовиться к субботе и так далее, то надо сделать и Руф Тавшилин, специальная беседа была посвящена теме Руф Тавшилин, поэтому надо посмотреть там, повторить это все довольно обширные законы, поэтому лучше посмотреть там более подробно. Перед наступлением праздника, как всегда, зажигаются праздничные свечи с благословением на свечи, благословением Всевышнему, что дал нам дожить до этих дней, до этого праздника, Шейхияну. И есть такой момент, который я хочу в заключении тоже сказать, что поскольку у Рошашана это два дня, то в канун Рошашаны надо приготовить свечи так, чтобы не надо было их готовить в конце для второго дня отдельно, в конце первого дня готовить для второго, потому что там могут быть всякие приготовления сопряженные с нарушениями, с вещами, которые нельзя делать в праздничные дни, тем более, если это попадает на субботу, это еще более осложняет ситуацию, поэтому желательно приготовить свечи, чтобы они были и на первый день, который будут сейчас зажигать, и приготовить заранее на второй день Рошашаны, которые зажгут по исходу первого дня, в начале второго дня, чтобы они были уже готовы. Это вкратце, мы прошли с вами сегодня две темы, месяц Илуль и канун Рошашаны. Следующее занятие посвятим самому Новому году, Рошашаны, законам и обучениям Рошашаны. А пока что позвольте попрощаться с вами, пожелать вам ктива вахатима тува, ведь уже с начала месяца Илуль в письмах и в обращениях человек желает всем близким, своим друзьям хорошей печати, хорошей записи в книге жизни сразу же и без сомнений, чтобы это было. До свидания, хорошего вам года. Субтитры создавал DimaTorzok